привет очередное видео на этот раз снимаю видео о том как я делаю маникюр я не буду это показывать я просто вам расскажу я вас уверяю это очень очень просто и каждый человек сможет это сделать но сначала расскажу что у меня на губах губах у меня вот такая помада от essence номер 23 дает мат очередная покупка провальная в плане цвета в погоне за хорошей альтернативой любимой снятой помады от шизаида не найти такую просто не найти потом на мне еще вот эта тушь я показывала от essence от которой я оторвала ручку и румяна очень красивые румяна не знаю что видно и в роше классно очень классно кстати у них очень красивая все румяна очень хорошо очень плотно прессованные и они не пылят вообще и еще вот такая вот палетка клиник которая у меня сейчас на глазах сниму эту защитную мембрану покажу вам вот так я ее брала в аэропорте давненько я не знаю если они сейчас продажи мне кажется уже нет там какие-то другие оттенки есть и все на ногтях у меня вот такой вот лак из голографической серии пупа номер 31 выглядит ногти очень красивый лак единственное большое нет этому лаку он абсолютно не стойкий он на ногтях может продержаться ровно один день если вам нужно например вы накрасили его утром и вы вечером идете куда-то можете быть уверены что вечером до вечера он продержится а потом просто как волшебство какой-то и он начинает он не скалывается он начинает стираться причем у меня был лак из голографической серии этой же марки с ним было точно такое же чудодейство поэтому я это отношу к тому что именно формулировка этой серии такова один из моих любимых лаков которые я закончила оопии да и действительно закончила лакопии да не один-два вот один из них это был мой любимый лак из дизайнерской серии если кто помнит я не знаю и если эта серия да есть наверное и сейчас и назывался он сапфир не путайте его сапфиром который постоянной серии там такой темно фиолетово синий такой там был голографик голубой сумасшедшего цвета оттенок и вот 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 эту бутылку я ее закончила полностью и так расскажу о том что же я делаю с ногтями сразу нужно оговориться что я не являюсь мастером маникюра и тянь не зарабатываю этим на жизнь ходила я к мастерам маникюра и педикюра да мне нравится то что они делают они очень все хорошо отлично делают но мне также нравится то что делаю я у себя дома например за полночь когда я смотрю конь сериальчик и все это очень быстро и и не нужно не никуда ходить сразу же показывал вам такую капитан очевидность да но это важная штука жидкости для снятия лака сейчас у меня вот такая тринт я ее заканчивая тринт очень хорошая марка профессиональная марка она специализируется на ногтях и эссенс эссенс я я взяла шесть штук мне тоже очень нравится смывки в этой марке и я пробовала всякие разные и разницы я особо не вижу поэтому зачем платить какие-то большие деньги за это да кстати нужно показать как выглядят там мои ногти а только расскажет тебя какие там нормально мне кажется они выглядят я я их обрезаем частенько потому что не просто надоедает и те люди которые пользуются кремовыми тенями меня поймут когда ногти короткие гораздо удобнее наносить кремовые тени на веки потому что под ногами ничего не остается поэтому периодически я их просто обрезаю все под ноль и и хожу так и мне тоже очень нравится и кстати я не знаю поддерживаю ли я точно вот что касается красного лака что красный лак на длинных ногтях смотрится вульгарно нет мне так не кажется но вот черный лак на длинных ногтях мне кажется смотрится немного ну готично не знаю как то вот да поэтому черный лак мне больше нравится на коротких ногтях дальше после того как мы сняли предыдущий лак что мы делаем мы но мы должны удалить кутикулу для удаления кутикулы сегодня я использовала вот эту вот штуку от катрис которую я тоже показывала в недавно недавнем недавнем видео о покупке посылки это вот такая вот экспресс удалял к предполагается что вот этой штукой вы наносите жидкость держите 15 секунд и потом этой штукой отпихиваете ее ничего сказать хорошая вещь у меня вот такая эссенс и катрис покажу еще ту которую я добиваю сейчас вот такая вот салифенцы но это не является моей любимой от салифенцы на салифенцы мне нравится вот это в голубой в баночке она самая лучшая из всех но купила я эту потому что то что голубой ее просто не было в продаже хорошая штука и вот такая вот штука от dior называется напилин тоже вот удалял к для кутикулы в принципе если вы не хотите тратить какие-то большие деньги на вот эту штуку или вы на бюджете салифенцы некоторые просто нужно может быть немного больше подержать насчет того что отодвигать вот это вот тем же аппликатором я не не с не совсем уверена я пользуюсь вот такими вот палочками них много я купила на ebay целую целую тучу они стоят очень дешево поэтому как когда они у меня там размягчаются я просто выкидываю и беру новую вот у меня их еще вот столько столько и было мне больше они очень как-то медленно расходуются и как я уже сказала что это не дешево поэтому без проблем их можно перекупить поставок мы удалили кутикулу да кстати люди я никогда не обрезаю кутикул потому что я считаю что у нас есть средства для вот такие вот размягчающие вы можете ее отодвинуть зачем ее обрезать и поэтому я ее никогда не обрезаю и я не скажу что у меня там как-то ее видно естественно у меня есть такой некий валик кутикулы но так и должно быть и это не какой-то там серьезно какой-то большой толстый валик это просто просто кутикула чуть-чуть совсем поэтому вот степ 2 до 2 не обрезайте кутикулы не надо не надо сейчас такие хорошие средства которые вам помогут этого избежать степ 3 нам ногти нужно обрезать или подпилять я опять же никогда не обрезаю ногти вот честно я их не обрезаю их подпиливаю вот такая вот у меня пилка какая-то ноу-нейм она мне уже давно это стеклянная пилка у меня есть еще пилка от кико стеклянная и была пилка тринд стеклянная и тоже разница абсолютно никакой вот это кстати кстати пилка она у меня уже очень-очень давно ей уже наверно лет 7 и она в отличном состоянии все так же пиляет как и в первый день вообще без проблем то есть я не обрезаю ногти я их подпиливаю естественно у меня есть ножнички для ногтей естественно вот такие вот ножнички для ногтей и вот так и вот такие вот щипочки для ногтей на прессе прессе всегда они у меня без без работы иногда я могу пощипать вот ими ногти на ногах ну тоже очень-очень как как-то редко я все-таки предпочитаю их нет не отрезать а подпиливать все ногти дальше пульс того как мы это все сделали можно пройтись вот такой пилкой это такая двухфазная пилка у меня от кико первая и вторая они есть и и четырехфазные я не особо ею усердствую вот этой штукой примерно может быть раз в неделю чтобы просто просто выровнять рельеф если нужно а то а то и нет чаще конечно вот этой вот частью которой вы отполируете ногти вот и чаще вот этой вот штука я пользуюсь чем вот этой вот шершайникой далее после того как вы с ногтями разоро разобрались нужно ногти помазать кремом дать ему поесть крема поэтому крем у меня всякие разные такие я люблю брать с собой это от биотерм он крем для ногтей и для рук хороший крем вот такой крем как я уже показывал этот крем который у меня есть и вот такой крем это финский крем у нас продается везде вообще он это базовый крем он может быть и для рук и для ног и для лица и для тела и тоже для ногтей я вот иногда им пользуюсь просто просто для рук то есть я не делаю разграничение например между кремом для рук и крем для ногтей и я просто пользуюсь кремом для рук были у меня совершенно отдельные продукты крем для кутикулы крем для ногтей но если честно особой как какой-то разницы я вообще не я не поняла этот продукт это то же самое что и крем для рук кстати забыла про вот эту штуку это тоже важный важная штучка это скраб скраб для рук и для кутикулы когда вы намазали кутикулу средством для ее удаления и и я потом значит на наношу немного этого скраба и хорошо скраблю вот эту кутикулу и уже потом все это смываю опять же если вы не хотите брать какой-то отдельный скраб для этого дела чем чем хорош этот это тем что же здесь достаточно много масла то есть скраб такой густой если у вас есть какой-то густой скраб вот у вам он пойдет замен этого просто на ура насчет масла да еще скажу вот у меня есть такое масло это просто просто маша 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 жена и маша жена и масло от марки и эрбористерея маджентина его я брала в италии просто массажное масло и то же самое масло тут много всего очень интересного на основе миндального если вам так уж нужно какое-то специальное масло для ногтей ватрите туда миндального масла либо любого массажного хорошего будет тот же самый эффект чем идти и покупать какие-то отдельные средства я это совершенно точно говорю потому что у меня тоже были совершенно какие-то отдельные средства для для ногтей и не знаю мне кажется это просто маркетинговый ход далее когда мы уже разобрались точно нам нужна база база это очень важная штука база я не очень верю в то что база можете сильно укрепляет ногти или что-то там не делать базу я использую каждый раз и база я использую только лишь как видохранитель от покраски ногтя тоже у меня есть здесь две две штучки это вот такая база от эсси это grow stronger и и вот такая вот база дешевле намного стоит от ноготок обе базы мне нравится и когда я крашу ногти каким-нибудь ярким лаком они совершенно не окрашиваются ногти это для меня самое главное потом топ для того чтобы хорошо держался лак тот кто-то пользуется этой штукой вот лучше этого топа я не видела хотя я перепробовала огромное количество топов дешевых дорогих лучше этого я не видела к сожалению его сняли поэтому я купила потом вот эти два в надежде что его просто перелили в другую бутылку но это совершенно не то этим лаком ногти сохли очень очень быстро и и держались больше чем то время что мне надо больше чем там два-три дня вот если вы накрасите если вам надо вы выходить через десять минут вот вы вот этим вот этой вот 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 этим топом и вы можете идти точно вы знаете что лак у вас не повредиться сожалению сняли к сожалению ничего не могу найти взамен пока добиваю вот эту вот бутылку потом естественно буду переходить на те что у меня есть но это не такая же штука и вот еще у меня есть супер джайл от риммал я пробовала и его использовать на другие лаки совершенно тоже нормально работает но все таки вот эта штука она лучше вот еще есть не недорогой вариант от ноготок и покажу еще парочку штучек таких джоли вот такая штуковина эссенс это карандаш 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 для корректировки если вы там замазали палец лаком то здесь есть еще сменная такая штучка одна у меня осталось после того как она у меня кончится я не думаю что я буду покупать если честно купила и это только для того чтобы попробовать иначе было по скидке я как бы сбила оскомину и совершенно отлично лак можно удалить вот такой вот штукой без проблем какой-то отдельные отдельное средство для этого не надо вот такая вот штука это растворитель для лака не лейте лакоцетон или там вы сказали статья лака это не нужно капли от мавала отличная вещь и соус ретуш которыми тоже очень нравится если например у вас подстер сакой кончик лака кончик ногтя там где у вас лак и вам не хочется или у вас нет времени перекрашивать все ногти вот это вот наносите на этот ноготь и этот ноготь растворяет немного этот лак и тем самым распределяя по поверхности вот этот вот самый растворившийся слой цвет немного может быть тоньше но если вам как-то быстро куда-то дойти совершенно отличное средство вот это вот и все то есть этим я пользуюсь это все очень быстро у меня это занимает ну буквально минут 10 от силы с покраской ногтей поэтому а с ногами то же самое поэтому это все очень можно сделать у себя дома и не нужно никуда идти как мне кажется можно научиться очень хорошо делать и дома и экономить еще деньги при этом это кстати очень важная штука да скажу что пользовалась я всякими разными марками мавала мне нравится мне нравится тринт мне нравится этот крем абрикосовый кремпом по моему который у диор то есть отличное много хороших средству вы посмотрите то что вам нравится то что вам по карману я просто сделала это видео а для того чтобы показать что маникюр можно сделать дома самому и даже для тех людей кто думает что у него там руки растут и из ушей это это очень легко и б что не нужно тратить какие-то огромные деньги на для на специальные кита средства можно выбрать что-то из более доступного из того что есть в масс-маркете опять же я не против профессиональных серий я не я не против флюксовой косметики и не против флюксового ухода за ногтями потому что это 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 у меня есть или у меня было вы можете выбрать то что вам нравится но но знаете что на рынке особенно уже сейчас огромное количество достойных продуктов и не нужно там циклиться на каком-то одном ценовом сегменте или там на какой-то одной марке надеюсь это видео было кому-то полезно ставьте просто лайки если вам понравилось видео прервалось бывает потому что это техническая неполадка в общем я закончила рассказ поэтому если вам что-то интересное что-то непонятно или вы что что-то хотите мне рассказать пожалуйста так и сделайте на этом все пока